Нас ожидает гигантское ралли под конец этого года. Эфириум для меня остается лучшей ставкой в плане риска. Я думаю, что есть резонный шанс около 30-40%, что благодаря этому эфириум может достичь 40 тысяч долларов. Я думаю, что в будущем его рыночная капитализация приблизится к сегодняшней капитализации биткоина. Я могу ошибаться, но я так думаю. И если я прав насчет принятия криптовалютных сетей, то такие криптовалюты, как Solana, Terra, Avalanche, Cardano и некоторые другие станут супер взрывными. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новое видео. В своем последнем интервью известный инвестор Рауль Паль рассказал о том, почему с его точки зрения большинство людей неправильно понимает этот цикл. И почему он думает, что эфириум это лучшая сделка в этом пространстве. И, наконец, он поделился своим прогнозом для таких криптовалют, как биткоин, эфириум, Solana, Cardano, Avalanche и Terra Luna. Но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для дальнейшей работы. Большое спасибо за твою поддержку. Я учитываю закон Медкалфа при анализе криптовалюты. Этот закон помогает оценивать сеть. Он говорит нам о количестве людей в сети, а также о количестве связей между этими людьми. И чем больше людей связей в сети, тем ценнее эта сеть. Самая большая сеть сейчас – это биткоин. Однако на биткоине построено меньше приложений, чем на эфириуме. Но все же у него больше пользователей, поэтому он чрезмерно ценный. Он используется как средство сбережения. Что интересно, это то, что эффект принятия, кажется, повторяет себя для разных криптовалют. Похоже, что поведение людей одинаково. Если ты посмотришь на эти графики, то увидишь, что биткоин сейчас повторяет график биткоина из 2013 года. Это странно, но я слежу за этим движением уже полтора года, и все это время оно повторяется. Исходя из этого, у меня родилась идея. Может, несовершенная, но самоуверенная, что нас ожидает гигантское ралли под конец этого года. Если помнишь, в 2013 было ралли, которое было спровоцировано некоторым принятием криптовалюты, и оно привело к сумасшедшим на тот момент движениям. Просто используя сравнение движения 2021 и 2013, я могу предположить около 300 тысяч долларов за биткоин на пике этого цикла. Да, это больше, чем большинство людей ожидает, но я не вижу причин, почему этот график не отработает себя. Еще один график поражает и даже больше. Эфириум, кажется, повторяет движение биткоина из прошлого цикла. Я сказал, о мой бог, это же невероятно. Я просто наложил эти графики и увидел, что они очень похожи. Синий – это теперешняя цена эфириума, белый – это движение биткоина из прошлого цикла. Это дает нам ценовую проекцию для эфириума на пике булрана около 20 тысяч долларов. И я думаю, что это может быть даже больше. Но если этот закон Меткалфа правильный, подумал я, то и остальные блокчейны первого поколения тоже могут его выполнять, не так ли? Удивительно, но да. Вот график Соланы против движения эфириума в прошлом цикле. Солана четко следует ему. Такая же история повторяется и Старолуна. Она также следует за эфиром. Как только все эти новые криптовалюты начинают получать признание и принятие, они начинают вести себя абсолютно одинаково. А биткоин, в свою очередь, повторяет свои ранние циклы. Для меня это очень интересно. Я не ожидаю, что это все будет идеально совпадать и в будущем, но приблизительное понимание движения цены это нам дает. Поэтому я думаю, что конец этого года будет неприлично смешным, в хорошем смысле этого слова. Но дело вот какое. Теперь в криптовалютном мире очень много разных людей. Если ты, например, инвестфонд BlackRock или миллиардер Пол Тюдор, и у тебя есть биткоин, а он вдруг вырастает до 300 тысяч долларов, что ты сделаешь? Тебе придется ребалансировать портфель и продать часть биткоинов. Тебе придется зафиксировать какую-то прибыль, потому что будет необходимо заплатить так называемую плату за исполнение. Поэтому что мы можем увидеть после достижения биткоином исторических пиков этого цикла? Продажи, которые приведут к завершению этого цикла. В 2013 и 2017 циклы завершались в декабре. Однако я думаю, что структура этого цикла поменялась. Я думаю, на этот раз цикл может оказаться продолжительнее, чем обычно. Во-первых, чем выше цена, тем больше институционалов заходит в биткоин. Институционалы привыкли работать не по годам, а по кварталам. Поэтому и продажи происходят квартально. И эти продажи, как мы видим, постоянно откупаются другими институционалами. Во-вторых, отчеты о прибыли и убытках хедж-фондов показывают, что они принимают на себя больше рисков, чем раньше. И криптовалюта – это то, на что они ставят эти риски. Я ожидаю, что это продолжит цикл чуть больше, чем мы ожидаем. Я думаю, что есть резонный шанс около 30-40%, что благодаря этому эфириум может достичь 40 тысяч долларов, а биткоин – даже 300 или 400 тысяч долларов. Также мы ожидаем запуск спотового ETF для биткоина и, скорее всего, для эфириума на территории США. Кроме этого, есть еще один факт – у эфириума практически нет предложения. На биржах около 10-11% всех эфиров. Все остальное залочено в смарт-контрактах, DeFi, NFT, стейкинге или выведено на холодные кошельки. Я думаю, что этот цикл продолжится до лета, что даст нам совершенно не такую структуру цикла, как раньше, и цены будут повыше. Я могу ошибаться, но я так думаю. И если я прав насчет принятия криптовалютных сетей, то такие криптовалюты, как Solana, Terra, Avalanche, Cardano и некоторые другие станут супер-взрывными. Но по сравнению с эфириумом они куда рискованнее. Эфириум для меня остается лучшей ставкой в плане риска. Я думаю, что в будущем его рыночная капитализация приблизится к сегодняшней капитализации биткоина. Рынок этого не ожидает, и именно поэтому я еще больше в это верю. Вот так я вижу этот цикл, как макроинвестор. Итак, Рауль Паль описывает то, как он видит развитие событий в конце 2021 года и в первой половине 2022. По его мнению, этот цикл будет отличаться от предыдущих и не закончится в декабре, а протянется благодаря активности институционалов и хедж-фондов вплоть до лета 2022. После этого начнется медвежий рынок, и криптовалюта испытает очередной крах. Также Рауль Паль считает эфириум лучшей сделкой для себя, но не отрицает, что такие блокчейны, как Cardano, Solana, Terra и Avalanche могут оказаться супер-взрывными. Однако риски инвестиций в эти криптопроекты, по мнению Рауля, будут выше, чем в эфириуме. На этом все, ребята. Если видео для тебя было интересным или полезным, не забудь поддержать его лайком. Мне будет очень приятно. А чем больше лайков, тем больше таких видео будет на канале. Большое спасибо. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»